Здравствуйте! Социальные лифты – тема нашего сегодняшнего разговора. Натолкнул меня на мысль неожиданно заговоривший лифт в подъезде обычной девятиэтажки. Вот и запах тот же в нем остался, а заговорил. Социальные лифты сегодня стремительные, разнообразные и не всегда оправданные. Нужно признать, что в советской системе при всех ее минусах существовала кадровая политика. Сбои бывали редкими. Если ты попадал в обойму и даже был неудобным или нерезультативным, то тебе находили применение, потому что ты попадал в систему, которая своих не бросает. Ты прошел определенную управленческую школу. Сегодня же случайным образом люди приходят к управлению на разных уровнях и уходят. Сравним движение в социальном лифте с поездкой на поезде. Кто-то выбирает обычный пассажирский, а кто-то скорый. В нем и цель вроде бы та же, но скорость другая и остановок меньше. Важен нюанс. Нельзя одновременно ехать в обоих сразу. Это вопрос тактики, о которой договариваются обе стороны. Заказчик перевозки и пассажир. Сегодня социальные лифты становятся односторонними. Определяет заказчик, а пассажир это просто материал, который можно заменить, выбросить и подобрать любой на вкус и цвет. Современный социальный лифт – беспрецедентная возможность с обостренными рисками и неожиданными решениями. Как верно сказал один региональный политик, когда мы делали чемпионат России по лыжным гонкам в Малиновке, это ведь форточка возможностей. Может быть окно в мир, а может и продуть. Или рассмотрим современные молодежные форумные компании. Они замещают систему подготовки кадров и, собственно, стали ее новым обликом. Само по себе слово форум очень правильное, но из-за свалившегося на наши головы количества стал формой еще одного мероприятия. Отсюда и чехарда. Что не форум, так всероссийский. Вот сын недавно принес сертификат о том, что он занял первое место на Всероссийской олимпиаде по математике. Все бы ничего, но полкласса тоже стало первым. Вот так нынче мы сами формируем неоправданные амбиции, подсаживаем на количество и яркое портфолио. Эмоции и знания нужно дозировать и наращивать. Ведь если ты раз в жизни увидел мощь и силу Ниагарского водопада, то потом трудно. Нужна особая чуткость и мудрость, чтобы восхищаться маленьким водопадом на горной реке. А мы запихиваем детей не просто в социальный лифт, а в социальную центрифугу и удивляемся результату. Что такое социальный лифт? Это просто кабинка, в которую ты складываешь нужные тебе навыки, знания и умения. И двигаешься по шахте, которая в настоящих условиях становится причудливым маршрутом неизвестности и стремительным, как вверх, так и вниз. С другой стороны, всегда можно выйти, выдохнуть, подумать и ехать дальше. При этом ты сам нажимаешь кнопку «Куда». Настоящее время и отсутствие внятной кадровой политики задает тон. Не из кого выбирать. Вот так звучит проблема. Но есть и вторая. А кто-то готов? Кто сегодня готов работать за идею? Сегодня новое молодое поколение не работает на одном месте больше трех или пяти лет. Имеет другое содержание ценностных установок. Если раньше ты мог мечтать о своей собственной квартире, только став опытным специалистом, то сегодня к нам приходит новобранец, у которого солидное бумажное портфолио и ипотечные кандалы. У него есть то, о чем когда-то только мечтал главный инженер, но главное, у него есть финансовые обязательства. Он должен, но не родине, а банку. И здесь бесполезно говорить об идее. И все же нам нужны новые планки и достигнутые цели, идеи. И к ним внятная идеология, система подходов и принципов. Дорога жизни, если хотите. Верьте в поставленные цели и прокладывайте к ним свой путь. Я жду новых тем. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова